Нет, ну а вы чё хотели? Чтобы я вам снимала в начале октября прочитанное за сентябрь? Вам ещё надо меня узнавать и узнавать. Всем привет, меня зовут Марина, и вы на канале Bubble Lama. Ну что ж, сегодня мы поговорим про прочитанное за сентябрь. Видео обещало быть долгим, если бы я читала много. Но я читала немного, поэтому есть что есть. У нас сегодня на повестке дня всего 4 книги, одна из которых это сборник рассказов, которые, к сожалению, как я понимаю, в полном объёме нельзя найти в печатном виде, потому как я их слушала в аудиоформате. Что ж, у нас с вами первая книга — это «Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику жизни» Гэри Чемпен. Это психология, не знаю, насколько это научно-популярная литература, но я её увидела у одной девушки, когда она там расставляла свои книги, и она говорит, такая классная книга, а у неё есть отношения. Я смею предположить, что ей виднее. Я такая, ну давайте. Книга интересная. Насколько бы я скептически не относилась к подобной литературе, да и, в принципе, какой-то научно-популярной, возможно, потому что её испоганили всякие такие недоспециалисты, которым только дай, чтобы написать книгу о своём ценном мнении, и которое нахер никому не нужно, ещё и вводить людей в заблуждение. Возможно, из-за этого у меня испортилось отношение к подобному жанру литературы, но, тем не менее, эта книга мне показалась интересной. Здесь автор, я, честно говоря, не знаю, по-моему, он профессиональный психолог, то есть у него есть образование, семейный психолог. Он разработал пять видов любви, которые, может быть, у вашего партнёра. Но я так посмотрела, у него, по-моему, и другие книги есть тоже с подобными заголовками, которые относятся, наверное, к другим категориям межличностных отношений. Просто здесь, как мне кажется, речь шла больше о межличностных отношениях в романтическом плане между двумя партнёрами. Но я также спокойно могу это перекинуть и на взаимоотношения с родителями, с друзьями, с какими-то коллегами. Ну, коллегами, наверное, всё-таки не совсем корректно, но кем-то, кто тебе близок, но при этом не является твоей второй половинкой. Что мы вытащили из этой книги? Что у нас есть пять языков любви. Вот, я её сейчас погуглила для того, чтобы полностью озвучить, потому что я их помню, но они мне немножко по-другому звучат. И где они? А, вот, всё вижу. Да, Барина. Что подразумевается под языками любви? То есть мы должны понять, какой язык любви у нас и какого партнёра. Они могут быть схожими, то есть один и тот же, могут быть разными. И как бы, когда мы понимаем, то мы как бы можем и намекнуть на то, что мы хотим от человека, и при этом также посмотреть, что ему важно от нас, что мы делаем, и он будет понимать, что мы его любим. И первое, это слова, что человеку важно, чтобы его слушали, чтобы он мог поговорить с кем-то. Второе, это качественно проведённое время, чтобы кто-то куда-то съездил с ним, что-то поделал, и он чувствовал себя важным в жизни человека. Третье, это подарки, когда кто-то что-то дарит, то есть это очень важно для человека получить от другого что-то, что будет соответствовать уровню и положению этого человека, который дарит подарок. Четвёртое, это акты заботы, потому что надо там, типа, кто-то хочет, чтобы, например, убирали в доме, помогали с домом, что-то там делали ещё, например. Но приводит пример американского быта, там, например, лужайку подстригал, машину мыло, всё такое. И пятое, это физические прикосновения. Мне понравилось, на самом деле. Я немножко разошлась во мнении по поводу себя. Перейдём ко второй книге, это сборник рассказов. На Литресе он назывался «Пирушка с привидениями и другие рассказы» «Жером Кей и Джером». Но у меня здесь много рассказов, они все в сборнике. И я могу сказать, что мне, наверное, приятно читать подобное, когда оно не связано между собой. При этом автор, он интересно описывает это всё с точки зрения того, что он ведёт повествование как бы от своего лица, то есть от лица рассказчика. Я люблю такие сборники рассказов, на самом деле. Потому что это как будто заставляет вместе с писателем, с автором, с рассказчиком, даже не с автором, а с рассказчиком, ходить по этим улицам, смотреть на людей, как будто сплетничать за их спиной с ним. И как будто он иногда тебе даже жалуется на героев и людей, которые его окружают. И ты с пониманием киваешь головой и говоришь, да, я тебя так понимаю. Я не знаю, как это объяснить. Это пошло ещё и со школьных времён, когда мы читали русскую классику. И там вот те же повести Лескова, либо эти, господи, как они называются, ну тоже сборник рассказов у Пушкина про этого, охотничьи рассказы, да, или того же Гоголя на охотре и близдиканьке. Это всё как-то так отзывалось во мне, потому что как будто автор делился со мной своими переживаниями, рассказывая про героев. И иногда ты мог даже забыть о том, что ты вместе с автором туда заходишь, как будто ты сам подглядываешь за жизнями этих людей и делаешь определённые выводы. И не всегда это должны быть именно те выводы, которые хочет тебе донести автор, несмотря на то, что он рассказывает историю со своего угла, со своей точки зрения. И, по идее, ты должна быть склонна к мыслям, которые пытается он тебе донести, ну и как свою точку зрения. Но при этом очень здорово, если ты можешь посмотреть на эту ситуацию именно под своим углом и в какой-то степени даже вступить в спор с самим автором. Ну, как бы заочный спор, с учётом того, что они все померли уже. Но тем не менее, и мне кажется, это интересно. Я знакома была с Джером Джеромом до... Блин, звучит так забавно, как Иван Иванович. Ещё до этого я читала у него «Трое в лодке, не считая собаки». Но я не могу сказать, что они меня супер поразили. Это просто очень добротная английская сатира. Здорово, здорово. Я такое люблю. Следующая книга — это Куджо Стивена Кинга. Всё, пытаюсь с ним познакомиться. Только как всё. Это вторая книга Стивена Кинга, и я уже такая «Всё!» Я познакомилась с ним. Я с ним познакомилась, наверное, ещё в школьное время. Не знаю, сколько мне там лет было. Лет 17 я прочитала его «Зелёную милю». Мне так понравилось. Но я также понимала, что вряд ли у него столько подобных произведений есть. И, при принципе, про «Зелёную милю» редко, когда я вижу, чтобы кто-то говорил. Больше, наверное, говорят про всякие «Ано», «Кэрри», «Кладбище домашних животных». Я думаю, тоже буду с ними знакомиться. Я хочу познакомиться с Мизери. Мне просто интересно, как это всё описано. Но я стою пока в очередь на Литрейсе на неё, по-моему. Поэтому всё в будущем. Лучше не могу сказать, что мне супер понравилось. В принципе, я от выклад вот этих историй про американскую жизнь, особенно 60-х годов, 70-х годов Америки, потому что я всё-таки, опять же, перетянула себя на литературу европейскую. Больше Британия, Франция, Италия иногда. И даже если автор живёт в Америке, но при этом пишет про какие-то европейские страны и их быт, мне как-то это ближе. Тем не менее, я познакомилась. Я не могу сказать, что меня зацепила история, потому что, наверное, всё-таки это не мой страх. Тут не было какой-то мистики. Здесь, скорее, просто неосторожность и халатность владельцев собаки, если кто не знает. Куджо — это история про собаку, которую укусила летучая мышь и заразила его бешенством. Он был во владении у хозяина автомастерской, на которую приезжает машина, там, девушка, ну, женщина и её ребёнок. И машина у них ломается, они не могут туда уехать. При этом они могут найти хозяина мастерской, то есть они его не видят. И машина, ну, как бы, собака их напугала до такой степени, что загнала обратно в машину, и они сидят в ней, и не могут никуда выйти, потому что, ну, собака их объективно загрызёт. И, ну, как бы, уехать тоже не могут, потому что машина у них сломана. И вот что происходит там на протяжении нескольких дней. Они сидят в этой машине. Параллельно с этим также развиваются ещё несколько сюжетных линий. Ну, я не могу сказать, что для меня лично это был какой-то предсказуемый финал. У меня там был другой финал, но, к сожалению, он не сбылся или, к счастью. Да, неплохо. Я понимаю, что это, наверное, не самая сильная работа автора. Ну, и даже другие, думаю, что неискушённые и самим Стивеном Кингом, и подобным жанром читатели отмечают, что, ну, явно это не их самая любимая история. И многие говорят даже, что именно вот если ты хочешь почувствовать этот страх перед животными, то надо почитать кладбище домашних животных. Вот. Ну, некоторых и куджи, наверное, задевает за живой, потому что кто-то боится собак. Я их просто не боюсь, у меня своя есть. Вот. И я не то, что прям чувствую какое-то превосходство над собакой, просто я боюсь, что если она там типа бешеная, вряд ли я смогу что-то сделать, но в основном я знаю, как надо обращаться с собаками так, чтобы они тебя не тронули. Даже если это какая-то дикая собака, если уличная, если она может что-то сделать, там как бы есть несколько стратегий того, что нужно делать. Во-первых, никогда не берите палку, не надо её дразнить. Если вы хотите уже её как-то напугать, то попытайтесь сделать вид, как будто вы берёте камень и замахиваетесь на неё, если это какая-то дикая собака на улице, да, и вы боитесь её. Во-первых, старайтесь не показывать страх, они же чувствуют это. Во-вторых, попробуйте, как будто вы берёте камень и типа, что вы сейчас её кинете, потому что она всё равно тоже жена. Вообще-то здесь как бы всегда с любовью с животным диким. Нужно понимать, что здесь чисто история про то, кто кого напугает. Я видела несколько историй, то, как женщина шла по лесу, видела там, условно, медведя, ну, слава богу, не после спячки, а просто идёт медведь, и она такая, что бы сделать? И она просто начинает на него орать, просто вот, ну, просто орёт. Не типа какие-то слова, а просто ор. И он её пугается и убегает. Здесь как бы то, кого больше испугается. Акула кусает человека не потому, что он очень вкусный. Она из интереса его кусает, а потом она чувствует запах крови, и её животный инстинкт подсказывает ей, что нужно продолжать это делать. С обычными животными примерно то же самое. Ну, как бы, понятно, что совершенно нормально бояться диких животных, недиких, которые по улице бегут. Если вы чувствуете, что вам некомфортно, когда бежит возле вас какая-то большая собака, и она без плотка, без ошейника, то совершенно нормально, если вы её испугаетесь. Но вы должны понимать, что это не сыграет вам на руку, если она почувствует своё превосходство перед вами. Скажу по самому опыту, что многие собаки, которых я вижу на улице, они безобидные. Они, скорее, больше блохастые, чем бешеные. Ну, особенно в Москве. Они все чипированы, кастрированы и привиты. Соответственно, я не знаю, они понимают, что с ними. Вряд ли там каждый год обновляют им эти прививки от того же бешенства. Но, тем не менее, всё равно, понятно, что не нужно их там прям вызвать к себе и давай я тебя почешу за ушком, но если они к вам сильно не пристают, нет никакой проблемы, если они будут идти рядом с вами. И я вас уверяю, что очень многие собаки, понятно, что не все, понятно, что бывают и очень агрессивные собаки. Я не говорю о том, что, блин, надо вот со всеми так. Ни в коем случае. Но если вы чувствуете, что вам неприятно, если она с вами рядом идёт, если она очень навязчивая, если она пытается что-то вот как-то это, вы должны максимально собрать руки, ноги и жопу в кулак из последних сил, очень настойчиво, твёрдо, ни в коем случае не тихо и размазано, сказать «фу!». И она с вероятностью, пусть будет 50%, этого будет достаточно, чтобы она от вас отстала. Такой мини-урок от Марины, как избежать злой собаки на улице. И мы поговорим про последнюю книжку. Это вторая часть «Диалоги», которую я начала ещё в августе под впечатлением от другой книги авторов. Называется она «Ноктамбула. Пробуждение». А первая книга называлась «Ноктамбула. Кошмары». Это Герман и Тамара Рейльски. И я рассказывала в соседнем видео про их первую книгу, ритейлинг на сказку «Братьев Гримм». «Братьев Гримм» же её написали, по-моему. «Гензели Гретель и её бесы», которая мне очень понравилась. Но вот эта «Диалогия», я не могу сказать, что она меня как-то поразила. Я эту книгу, честно говоря, дочитывала уже так на сельволе, потому что и то я не дочитывала, дослушивала. Если бы я читала, я бы её не дочитала, мне кажется. Потому как, мне кажется, всё-таки немножко была потеряна связь с читателем. И растягивательно на две книги, да, может быть, это было целесообразно, но, вы знаете, есть книги, которые вы читаете, и после них у вас не остаётся никакого осадка как такового. Это был какой-то такой проходняк с вроде неплохим сюжетом. И да, могли зацепить героя, но как-то это всё было как будто не в своё время. Не знаю, хотя вроде осень, два года располагает, но как-то мне не понравилось. И давайте выставим оценки. Я оцениваю на лайфлибе их по пятибалльной шкале. Я их, конечно, ещё не внесла в лайфлиб, но у меня есть тут, так скажем, я ставлю по пятибалльной шкале, и у меня можно ставить типа четыре с половиной, три с половиной. Я вот себе исправила, а то нельзя было у меня что-то так делать. И я издеврила у Ани Букспейс её ранжированность, так скажем, книг, где пять звёзд это шедевр, а один и ползвезды. Жаль, что деревья вырубают ради этого. И что я могу сказать? Что я поставлю пяти языкам любви? Я поставлю им крепкую четыре с половиной. Это отличная книга. Я могу не возвращаться и не раз. Вот надо вот её купить, только в печатном виде. И действительно интересный такой путеводитель, который имеет хорошую обосную. То есть это не просто написано, потому что я так решила, а потому что там было приведено некоторое количество исследований. Очень интересные примеры из именно практики врача. И поэтому, мне кажется, это здорово, когда можно что-то подобное подчеркнуть из такой литературы и проецировать на свою жизнь. Сборнику рассказов «Джером Джером» я поставлю, наверное, четыре. Это хорошая книга. Я могу её посоветовать. Но так, чтобы перечитывать, возможно, просто отдельный рассказ. Мне кажется, так всегда со сборниками рассказов, за небольшим исключением, что мы просто можем выбрать себе один, два, три любимых рассказа. А всё остальное, оно будет фоном добавлять какой-то атмосферы всего целикового, так скажем, сборника рассказов, но при этом мы как-то отдельно не будем выделять те или иные произведения. Следующий «Куджи». Наверное, я его поставлю три с половиной. Это неплохая книга, но вряд ли буду перечитывать. И последняя «Ноктамбула». Это всё-таки тройка сюжет. Вроде бы есть, но всё так нудно, занудно. На этом сегодня всё. Я была рада, что вы посмотрели. Я надеюсь, что у вас всё хорошо. Не позволяйте никому себя обижать и портить себе настроение, потому что вы можете это прекрасно сделать сами. Но, с другой стороны, вы этого можете и не делать. И каждый день самим себе и окружающим доказывать, что вы просто офигенны, и у вас обязательно всё получится. Сегодня, завтра или через год это вовсе не важно. Главное – настойчивость, вера в себя и непрестанная работа. До новых встреч и пока!